Здравствуйте, мои многоуважаемые зрители и подписчики моего канала. Меня зовут Алексей. Добро пожаловать на продолжение прохождения игры Road 96. Я понимаю то, что не все, наверное, зрители, судя по просмотрам, любят эту игру. Немногим она приглянулась, но я, если честно, прям вот как-то ей проникся. И каждым новым эпизодом, с каждым новым эпизодом она мне нравится все больше, больше, больше и больше. И это, наверное, на самом деле впервые с тех времен, когда вышла первая часть The Walking Dead. Я ее просто прошел в захлеб, все части серии прошел в захлеб. Очень мне эта игра понравилась. И это, наверное, первая игра спустя такое большое количество времени, которое мне действительно очень-очень нравится. В прошлом эпизоде, ребята, мы с вами смогли сбежать, смогли мы с вами пересечь границу. Ну, конечно, не без потерь. Очень тяжелая концовка у нас, на самом деле, была чисто в эмоциональном плане. Серия длилась практически час, и вроде бы, да, вам это даже понравилось. Ну, то есть, если вам нравится, то почему бы, собственно говоря, и нет. Итак, ну что ж, давайте будем начинать. Четвертый эпизод нас ждет. Посмотрим, что это. Соняя Санчез, вот. Соняя Санчез, welcome to the Sonya Show. Ну, зрители, еще разрушение произошло на наших дорогах. В этом году, убийца была одна из спонсоров нашего show, Super Supper. Безусловно, я уверена, что рабочие использовали... ...а пиг, чтобы собрать свои финансы. Согласно говоря о Super Supper, вы попробовали свой latest вкусный burger? Соняя Санчез, ваша стомакь будет благодарна вам за это. В очень хорошей новой новой, у нас большая нервная снижалов, помогая Тинз Кросс, ...а сейчас была недоступна от Секретных Сорковых. Спасибо за держать наш страну в Секретных Сорковых, Сорковых. Теперь давайте посмотрим на следующие контакты. Смотрите, что Тирак теперь еще не предоставил. Национальный, выберите за Тирак. Ну, в общем так, классическая ситуация Давайте будем смотреть, кого выберем Так, 1648, 1800 и 1344 Ну, по возрасту они плюс-минус одинаковые Единственное отличие только в деньгах Самый вот дальний, 1800 Ну, и у него побольше денег и побольше всего энергии Давайте мы, наверное, его и выберем То есть, если в прошлой серии я, так сказать, был таким Ну, аполитичным человеком, да Аполитичным подростком, который, ну, вообще никак Старался не реагировать на те или иные какие-то политические истории То теперь давайте побудем подростком Который будет за вот эту Флорестом Или как ли она называется Будем закрашивать плакаты Тирака Будем отвечать всегда за Флорест, короче Ну, будем поднимать, как я понимаю, ей рейтинг Потому что, ну, потому что, то есть, если вот, как я понимаю Вот из этих, типа, предвыборных всех историй, рейтингов Что мы делаем, ну, в зависимости от наших действий в игре Рейтинги эти меняются Ну, давайте будем пробовать Давайте будем смотреть С другой части страны мы едем, так сказать С южной ее части Ну, посмотрим Что у нас будет сегодня ждать Опа, дальнобойщик этот стоит Который, скорее всего, наверное, возит перетатчик Вот были такие подозрения О, так я сам за рулем Нифига Мистер Гризли Типа, на понт его возьмем Типа, мы его слышали уже А где грузовик? А, вот Вот здесь мы Ну, наверное, мы куда-то поедем Ну, ладно Поехали Да поехали, поехали Идет, но встанет в копеечку Надо нам заработать же, конечно, на этом Так И юг, север А, мы прокладываем себе маршрут Дальше получаем Ай, стоп, стоп А как-то, подожди, сбросить настройки На север На запад И подтвердить Все, поехали Короче, типа, выставили мы навигацию И нас автоматически довезет, так сказать Кат-сценой Можно, кстати, что-то послушать Какое-то из наших кассет Но делать мы это, конечно же, не будем Капец, он здоровый Он даже сюда не влазит К бабушке, например Че это, нормальная машина Ага, окей Что думаете про бригаду? Это начало для хорошей причины Но сейчас, я боюсь, что все будет слишком радикально Что ты думаешь? Туда-сюда Ладно, давайте мы сделаем это Сделаем этот выбор Не знаю, какие последствия нас будут ждать в дальнейшем После этого выбора Но посмотрим Что делать? Ааа, то есть тут у нас еще и про бас Короче, сюда мы типа не доберемся Как я понимаю Мы сейчас находимся здесь У нас только на юг Потом, допустим, на восток И мы приедем Поехали так Другого варианта у нас нет В любом случае бы, наверное, были какие-то затыки Кстати, пробег мотается, прикольно Или не мотается? Нет, не мотается Что? Куда вы ехали? Как-то это все странно Да, но Много людей смотрят за мою машину Значит, что он что-то везет Там скотина такая По-любому он из бригады Потому что в прошлой серии тоже Было у нас такой Моментик неприятный Что, не работает, что ли? Давай на запад Ну, еще раз на запад Еще раз на запад Так, а тут как добираться-то Её красоте Здесь путь-то Охренеть же Вообще же Какой Давай еще раз на запад Все на запад Только до этой точки И все на запад Других вариантов нет Поехали Лебенок У них слово кита Но как только не переводится В английском языке Каких только вариантов нет Да, тысяча Че-то переживаешь Что все нормально Опаньки Сзади что-то лежало Не успел Подожди, мне интересно Че там О, денежка Интересно, че это машина Так Мы стоим здесь, да Ага Ну, нам на север На запад На север И на восток Поехали Попробуем Быстро мы доехали Он думал, хотя бы потемнеет Да Он с передатчиком ездит Да, трансмиттер Я имею Нет, я не Ну, что ты гонишь Тебя спалили Я знаю, что ты слышишь Но это лучше, если ты их забыл Теперь давайте вернемся к мистеру Гризу Надеюсь, он все хорошо Я помню Я помню Я помню Я помню Окей Вот это дое, что я предупреждал Неплохо Ваш секрет В надежных руках Так скажем Маму Сейфу Я желаю тебе luck На этой великой adventure Вьешь Тебе того же Там мент едет Но это скорее всего Наверное Как раз таки Та женщина-мент С которой он по рации Это разговаривал Тоже это у нас было В серии Здесь мы уже на машине едем Прям как это самое Как путевый А то все пешком 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 Добираемся И добираемся Тут прям А что с тачки-то стало Почему мы опять пешком идем Так, нам надо не забыть Агитки все эти закрасить О, Зои Офигеть Она здесь тусуется Давайте с ней поговорим Я думаю, может, она Какую-то новую полезную Инфу нам Даст Что тебе нужно Все в порядке Кому? Откуда? Ага Как тебе помочь? Так, чтобы следить бензин Нужна канистра И Шланг Копы сидят там Ну давайте будем что-то пробовать делать Блин, я не знаю Как бы им не попасться По-хорошему на глаза Но, наверное, скорее всего Просто к ним не подходить Так, давайте исследуем Для начала этот грузовик Может быть тут что-то есть Вряд ли Так Идем обратно Будем смотреть по сторонам Может быть действительно Что-то где-то найдем Я думаю, на заправке По-любому что-то должно быть Так, отлично Канистру мы уже с вами нашли Нет, это мы вряд ли будем поджигать Скорее всего Это не нужно делать Ключики Так Глядимся Никого нет Аккуратно Аккуратно Так Мы вогнали в сарай Ключ от телефонной будки Сгодится Шланг Тоже сгодится В принципе Больше нам тут ничего не нужно На всякий случай Дверь лучше прикрыть Ну мало ли Палево какое, да? Лучше как бы Не палиться лишний раз Так Хорошо Копы Где-то тут они же Прям по-моему сидят, да? Это агитки Бригады Так Ну давайте Блин, а что бы сделать-то? Открыть Порвать Взломать Пока Не будем Трогать Я, наверное, у них Может быть Бенз солью для начала А потом уже вернемся туда И Отрубим Электричество Чтобы они Сагрились туда Взломать Да нормально все Сейчас там Подождем Короче Листовки Вот это все Барахло Опа Ну мою Вот копы Тупые, да? Сидят Харивают Канистра С бензином Заргут Я побежал Обратно Сейчас Мы тут Устроим Фаер-шоу А, у меня спичек нет Попробуем взломать Ну типа взломали Что-то это даст А, мы им Короче Рацию поломали Так, как я понимаю Но он лучше отсюда дергать А что, он меня не увидел? Блин, ключи Блин, их надо было Наверное А, нет Хотя нет Чем мне делать-то? Тот коп вообще тупой Просто до безобразия Тупой Он даже меня не увидел Я просто рядом с ним прошел Он меня не спалил Но в ту сторону Я думаю Лучше нам не идти Ты, ты получил ключи Тот коп, для рукава Они должны быть внутри Давай, беги, малая Я не готовлюсь Вот суки Настегли, твари Я не думала, чтобы это произошло Ты должен верить мне А как же я? Ммм, да Короче Все как обычно Все как обычно Типа Ты меня спаси А я там Ну да Может быть Или что-то такое Ага А ты свалишь отсюда Ага Ага Попробуй уйти И когда ты встал Я знаю, что делать Окей? Ага Ты слышишь? Я не знаю, что делать Помоги! Что там за разборка Питерская Ха-ха-ха-ха Ни хера не понял О, здорово Здорово Пожалуйста, не уйдай нас У нас второй ребенок здесь Я знаю Джона Я знаю Джона Я знаю Джона Здорово Здорово А, они ее знают? Как ты знаешь мой имя? Погоди Мой отец тебя вывел? Ха-ха Наверное не Офигеть То есть получается Короче этот ее отец нефтяник Который там толкает зимой Тирака этого Он короче Владеет этой бригадой Что ли Эта бригада работает на него Офигеть Здесь просто хитросплетения сюжетные идут Я уже Начинаю, если честно, путаться В сюжете Ха-ха-ха Кто за кого? Кто за чем? Что там такое вообще? Блин, наш перс устал Хотелось бы где-то поспать То на самом деле Потому что Если мы сейчас отрубимся То Скорее всего Все Мы больше не сможем Дойти до границы И опять Отрубимся где-нибудь И все И привет Так Здесь тачка Ничего в ней нет Дорога туда у нас закрыта Это что у нас такое? Про подростков Типа Если их нашли То звоните Ну ладно Погнали Посмотрим Что это за место такое И тут уже знаете Настает такой момент Что как бы В принципе-то и денег Не нужно То есть Мы эти деньги Ну практически-то Не расходуем Они нам практически Реально не нужны По пути до Ну как минимум Границы Да, по крайней мере Я ищу Ого То есть это можно взломать И что-то с этим сделать Так, эту агитку Мы не трогаем Так как мы В этот раз За этого кандидата Скажем так Взять деньги Ну вот это пойдет 20 долларов Такие себе Конечно Небольшие деньги Но Нормально В общем Пойдет Так Нам очевидно Наверх Здесь главное Не упасть Пойдем сюда Все достаточно Коридор Но тут В принципе Приверем Аккуратно Тикс Что тут У нас есть Хотя бы Немножечко Нашли Еды Сейчас Как я упаду Ёп Это не Крепер Соня Нет Он не имеет Немножечко Ах Хейкер Тай Ему Они прикольные Такие на самом деле Персонажи Хоть они Плохие Как бы Преступники Но они прикольные Мне не есть Соня Но я буду До свидания Мы Снеж Recently Забавим Молилия Что это На самом деле Станин На сцену Бр public Понятно Что ты думаешь Подождите Бранищко Дай нам Все Валер Ты Валер Да Все Валер Немножечко И Валер Стоят Немножечко У нас Я Немножечко Думаю руки развяжи что-то меня связал то все такие крутые фильмов и играх вот эти персонажи типа да вот сейчас туда-сюда сами свяжут убить начинают ну типа смысл-то в чем деньги украли давай-ка попробуем нажалось надавить только-только я говорил про деньги что они нам не нужны и вот пожалуйста их отобрали так я знаю кто я видел в прошлом жизни кто-то тупой такой вообще а это дерзкий вот это надо ну давай они же да вот этого типа ищет короче я увидел по моему в этом самом с этой sony короче хавать то мы ходили хочу делать это погоди куда можно ходить о можно ходить это хорошо так блин а месяц день я не помню ребятки я это реально не помню давайте посмотрим кто где ввести дату посмотреть ну да это я видел этого да это он это его босс блин а я не помню ребята когда мы проходили то прошлый сюжет в какую дату это было блин я не помню июль ли это был то что в конце июля по моему было нет нет месяц июня то у нас шестой а день подожди-ка у нас сегодня 2 июля месяц 6 день по моему был двадцать восьмой но это было точно не 2 июля или двадцать шестой это было да блин я не помню 5 сентября 16 февраля ю моё я реально не помню ребяток какая там была дата я реально не помню по хрену давай тоже поставим июля пока первое нет я не знаю я я не помню реально что все я могу идти ладно ручка кпп что революция надвигается и оделись о смотри это же та самая которая не украли короче у этого типа да 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 я все это помню так это типа у них такая лестница настенная все хорошо погнали отсюда блин а получается можно было эти бабки типа не трогать но тут уже видишь как бы все бы да кабы да типа можно было бы действительно те деньги не трогать которые они у меня отобрали я бы сейчас просто наверное как то смог туда пройти и забрать скорее всего на нет так это их мотоцикл он в принципе не нужен и я не выспавшийся вот два дебила я тут думал мы как-то а можно тут отдохнуть я понял шалаш из коробок самое место для того чтобы отдохнуть просто тупо где-то в пустыне короче грузимся спать хотя бы наполовину выспаться прибавляет вообще прям одну полоску да но что-то мне подсказывает что она сыграет цветки роль это одна полоска ух ты уже ночь ведь больше мы в этой канаре отдыхать уже не сможем ладно погнали здесь движовое достаточно место я как посмотрю очень много автомобилей ездят наверно тут нам будет проще поймать попутку денег у нас нет платить за проезд потому что у нас эти дебилоиды отобрали все бабки какая-то тут у них анархия идет давайте попробуем автостопом может что-то и получится позже но по в свидимости кого-то поймали никого что ли нету ну ладно давайте сходим телефонную будку нож здесь какие-то гривны остались скорее всего да все автостопным недоступен вообще то есть остается идти только пешком но это жестко конечно на самом деле пойдем пешком что делать это круто на самом деле игрушка очень интересная но опять же идем вроде бы казалось бы теми же самыми дорогами практически да они пересекаются так или иначе но каждый раз что-то новое каждый раз это интересно это круто мы шли по ходу всю ночь устали наглухо и хорошо что поспал прям одна палочка осталась мне кажется я бы здесь завалился просто и все и история бы на этом наша замечательная закончилась итак мы на какой-то опять не знаю где заправки лист на мне есть денег отстанье у меня 0 и об судовое здорово я с удовольствием что-нибудь поел но мне нихрена нету а здесь я раньше был по моему нет да 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 мы здесь были раньше с вами деньги у них украли с малым тем по моему нет кредиток никаких тут в туалете никто не забыл лотерейные билеты денег у нас нет ключа у нас как я понимаю нет ну или отмычки что-то такого чтобы взломать замок извините так мне 18 лет я не знаю если ты собираешься не покупать деньги у меня есть он довольствие слышали мы собираемся нашим бартенда ты не спрашиваешь пролезь и ахахаха с бомбарменом работать с бомбарменом работать чего я вообще не ожидал ой смеку китая бартенда не останавливается не забыла ты будешь в доме скребть помещение как его сделать этот дух родины да и подожди я еще пока не понимаю зелья нации генерал обжора добрый глоток так вам что зелья нации господи денег я не понимаю кому чё надо чехмель набухай от чехмеля своего вам что ничего тебе чё тоже ничего зелья нации так а блин блин я вообще не понимаю я беру зелья нации она не триггерится внутри делятся типа этот мужик давай держи свое зелье нации ну вот она на нотку почему она и не дается я не понимаю или это это просит его а точно но просто никак не делится опаньки здорово джерад 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 где-то я тебя видео сразу музыка такая напряженная а я не вижу этого напитка тлр и санна уаа сознательный гражданин соня джерад одна порция доброго глотка одна порция духа родина одна порция сердца сатаны так а я уже начал мешать какую-то херню по всей видимости ладно попробуем добрый глоток дух родины добра все берем не быть мне барменом в общем ребята так и добрый глоток добавляем ну короче херню какую-то намешали не знаю по любому будет психовать что что-то не то давай переделывай начнет беситься опять это не моё пиво это не моё пиво это не моё пиво это не моё пиво период но это не важно сейчас сделай мне ещё ну хоть денег вот заработаем это уже хорошо это не моё пиво не Ты слышишь на телевизор? Десять лет в память о гражданах. Моя дочь была одна из плохих милых, которая умерла под эти камеры. Ну, плохие вещи случаются иногда, не ли? Ох, наконец-то закончилось, милый. Господи, это не ужасно. В любом случае, спасибо за помощь. Здесь есть едва на доме. Я не видел тебя там. Пойдёмте, ты идёшь. Пойдёмте. Пойдёмте. Не, не жду тебя там. Пойдёмте. 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 Смотри, что там. Не запоминай. Не отмывай. чья-то очевидно ты давайте по мы прогуляемся сюда это же не зря открыто правильно значит здесь что-то должно быть значит здесь что то есть проверить мусор ни хрена здесь нет ну ладно что что ты здесь можно поспать это хорошо днем как-то но поприятнее копаться в мусорках и искать что-то такое интересное 4 июля блин а какая же дата то у нас тогда было то ли мы имели ввиду у типа когда мы увидели что ли ты x тут ничего нет и вижу там приемник стоит на вполне возможно от него можно забрать какую-нибудь кассету дина лейка на всякий случай возьмем пусть будет почему бы нет я думаю она пригодится чего идет ты велик денежки это хорошо на не нашли мы с вами ребята ключей не нашли на ничего увы 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 как-то прям совсем что-то на этой стоянке мы в общем да здорово че работать на сегодня нет никакой для привет ты кто понял все с ними не по нельзя поговорить ладно давайте будем пробовать авто стопить дальше посмотрим получится что-то из этого нет он машина какая-то едет вроде бы какая-то не наполненная сериями событиями серия точнее да то есть мы как-то все встречаемся с какими-то людьми не просто такое ощущение что я достиг какого-то момента где нам дают очень и очень много информации которую нам надо заполнить и впоследствии она наверно нам должна каким-то образом пригодится о здорово малой как ты на тачку то сел вообще кассетка что такое короче мы протестант прям такой бывшая мать странный пацан вроде бы он типа как бы в прошлой серии хорошо с ней так это самое как типа на его волне короче будем будем втираться в доверие я стоит ответить малой давай-давай-давай непонятно че делать я не знаю вот о о о о о о о о о Ох, благодарю Богу. Баби, у нас есть звонок. Банк, рядом с домом уничтожен. Я знаю, что у нас не так хорошие, но я хочу, чтобы ты делаешь свое дело, и выключай камеры, и скажи мне, что ты видишь. Хорошо. Я тебе помогу. Но это последний раз, девушка. Спасибо, баби. Баби, не баби. Буду нуждаться в баксе. У меня тут прям лаборатория целая, ребята. Прям такой у него тут нормальный офис на колесах. Третьте антеннис, чтобы иметь имя очков. И скажи мне, что ты видишь. Экс-мама, дай мне секс. Я двигаюсь, и парень там. Ты что? Йо, чел. Давай сделаем так. Сделаем вот так. О, два дебила эти опять. Сделаем вот так. Сделаем вот так. Нет заложников, нет. О, два дебила. О, два дебила. Доброе. Ничего остального? О, два дебила. О, два дебила. О, два дебила. скажи что перезвонишь так глядишь пацана с матерью хотя бы сблизим может быть быть я оцениваю на неё жизнь слож forward особенно когда уходи 14 женщины действительно винтом помогли не выйдем так говорить он пацан прикольный то в принципе такой добродушно я думаю он всегда поможет базара 0 я надеюсь он меня не выкинет прямо сейчас просто типа помог ему а ты давай иди отсюда но пока тут вот вы ребята вроде вроде бы идем прям до границы остается совсем 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 чуть-чуть я думаю что у нас должно получиться то в принципе правда тех кто переводил через границу мы уже к сожалению не увидим никогда и уже убили давай братишка удачи тебе он впереди какой-то чел стоит очевидно нам к нему опять заправка господи вся игра такое ощущение это просто один симулятор лута заправок постоянно на какие-то заправках че-то лутаемся читать это смотрим с кем-то знакомимся ладно погнали please базаришь ты вообще капец подозрительный согласен ну ладно пойдемте на заправку посмотрим что тут можно будет придумать капец то в баре работаем то на заправке кошмар вот это прикольная игру конечно он где этот это у нас вот этот я ему один литр только залил это нечестно да да они прям что-то, такие и все верят в вообще прям просто слепую или верят дизель на 15 дизель 15 долларов он давай удача братан ну да да какой патриот вот дебила чё о привет сколько тебе надо я ж тебя знаю мать мне 18 лет уже но эти на 7 залил опаньки бригадка едет или нет это минт икста вот чмо я промолчу вот крыса взял слил пацана это было бы максимально тупо если бы он а он внизу спрятался красавчик вообще красавчик на это сука нашли пацана мрази беги в лес дятел у тебя вообще рожек на свинью похоже я промолчу проще тока да и вот сука спасибо тебе отмазала я же вам доверял давайте это ответим ну ладно что-то прям какая-то действительно странная серия вроде бы ну суки менты бывают и нормальные я тоже так думаю вообще-то да нет я бы ничего не хотел спрашивать как мне отменить про протесты давайте спросим максимально нейтральная тема дальше пойду просто спокойно не буду я драконить ее лучше с ней не спорить пусть она едете спокойненько с миром это конечно сука конкретная взял просто пацана слил такая гнида просто вот я не знаю вот была бы у меня возможность я тебе чего-нибудь сделал чел вот реально ябки отлупил так давайте у него попробуем что-нибудь украсть потому что ну это реально чмо это реально крыса это реально козлина просто конкретно так я бы похавал злакового баллончика на самом-то деле хватит пинать автомат да он словно мы в курсе бедный автомат так сейчас мы у него попробуем отработаться телек мы не будем ага там ничего у него нет чё давайте в лотерею сыграем за 4 доллара 1 доллар мы выиграли понимаю сколько я этот лотерею терак играю я ни разу не выигрывал так а у него тут и воровать то по сути то нечего реально то есть не такая уже бомжатская заправка в которой ну что-то ловить нет никакого смысла давайте мусорку проверим посмотрим что тут у нас может быть обратно я себе 4 доллара вернул за то что проиграл это все в лотереи так у него кстати можно здесь поспать я наверное у него останусь ночевой наверное скорее всего разрисуем плакат так как мы против так и надо нам посмотреть а сколько времени показывает просто показывает сколько до границы и все так он наверное и рюкзак тут свой оставил то пацанюра этот или его эти сволочи забрала то рисунок антенны бочка 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 интересно что бы это могло значить ломать замок открыть все братан давай я поехал хаааа как чувствовал то что надо зайти туда реально надо было туда зайти Все, братан, давай Пока тебе Поехал я А ты сиди дальше, гнезин продавай, чучело Тут по границу сейчас на своей тачке перееду Вообще с кайфом, просто красота Подарок, это реально был подарок Я так и чувствовал, что где-то ключи эта гнида заныкала По-любому они где-то должны были быть С кайфом, просто вообще Че тут есть у него Денежки Кассетку еще одну нашли Ну такая тачка простая на самом деле Ой О О О О Национ Возьмите на Тайрак Немного меньше, чем наша демократия Стоять Возьмите 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 И че О Я вас чуть не сбил Позвоните с мобильного А Они еще, наверное, не знали тогда про мобильные Ммм Даже не знаю Даже не знаю О О И че теперь 30 баксов Ты Ммм 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 Мне же нужны бабки Адам Ммм 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 Я просто нажал газ в пол и уехал Так она не моя Какая мне нахрен разница, что эта машина из себя представляет О Хотите все спереди? Чтоб тебя за коленки трогать Так сожри Я буду поставить его рядом с тобой Попробуй не поднимать моими руками, хорошо? Ах Ах Ты реально просто съешь это? Ты в front of me? Что-то Позволь мне вопрос, хан Я знаю, что ты тоже Ах Ты умный Я понимаю Менты Менты проехали Заткнешься когда-нибудь Нет Там все вранье Ты не один из них, а ты? Из кого? Ммм 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 Мм Мм Мах Мах Я должен У вас расстаться на месте Много Много Но я не буду Потому что Много 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 не знаю Много 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 Так и тут не ловит Ни хера Много 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 Что, что, разобьемся нахер? Тут всего три станции ловят Уху! Это нахер сутки, дорогие Соня начинает скучать Да, ты реально шизанутая Но песня прикольная Сейчас мух наловит дура Или вообще в окно выпадет Он реально выпал Ой, тупая ваще на раньше зону то какая-то царю деревьев растают прям перед носом и прокол пацаны что ты быстро мы едем дальше тогда че я угнал похоже на того человека который моментом звонил на она да и откуда и звонить она даже значит такой мобильник о здорово-доро о чем ну короче да как всегда дорог пол бака спасибо спасибо она конечно вообще бесстрашная то есть просто выходит где-то на трассе ночью отбитая женщина вообще на голову ну да типа она видите нам типа свою историю какую-то прошлую сейчас открыла вот этим рассказом что мол да было то же самое ну было она там в какой-то плохой семье или что-то такое ну да потихоньку начинает вытаскивать игра персонажей даем просто почему мы все не можем перейти машину на границе просто взять ее и проехать на вы же хотя бы в розыске поэтому мы не можем road 96 но все ребята мы как я понимаю должны сейчас пройти должно у нас это получится по крайней мере попробуем это сделать не знаю только каким путем в этот раз нам игра предложит это сделать может какие-то как мне тут пройти а что мне делать или я не туда куда-то пришел или что да вроде бы туда других путей и не видел тут можно было пройти точно 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 ну погнали здесь странно что мпс-шники тут такие туповатые то есть даже тех же копов пример взять против которых ну там самом начале так сказать действовали у вышка смотри лежит это элементами вышечка которая была нарисована на чертежах которую свалили интересненько интересненько но в любом случае мы куда-то пришли использовать тарзанку зашибись а где и возьму инструмент для тарзанки использовать тарзанку нормально сесть тут можно сесть посидеть посмотреть полюбоваться этим водопадом мы в очередной раз к этому водопаду уходим уже не впервой нам тут быть с той стороны мы правда в тот раз заходили насколько я помню можно было сходить туда музыка сразу это заиграла даже там кстати заначка еще лежит я же не все тебя нет я все деньги оттуда забрал да 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 точно ну вроде вроде бы чтоб не сглазить все у нас идет хорошо насчет поспать не знаю в принципе в хорошем состоянии находимся это только себе но действительно то есть верить верить надо только себе потому что опять же даже девчонка которому помогали добавить камень она нам ну не я бы не сказал что как-то особо помогла то есть она просто свалила и нас никуда с собой не взяла просто отправилась куда-то со своими вот этими бригадирами а мы как-то так поскольку постольку и обошлись помогли действительно ну попытались по крайней мере и помочь пока самый кстати самые хорошие отношения у нас зой но либо это не отношения это наверно скорее всего уровень может быть раскрытости этого персонажа ну ладно посмотрим погнали выходим на финишную прямую уж не знаю каким образом нам вообще пройти границу в этот раз сейчас узнаем у этого типа возможно ли пройти через проводника денег вроде как нужно хватить ух ты он же какая то другая в ту сторону потом куда-то направо а куда сюда что ли он показал мне покуда ли тропа для грузовиков дуно тентер пересечь по тропе на холме попробуем попробуем интересненько вот это да это ну да то есть и по те же уже все же не работают же получается же по один неверный шаг а все и персонаж погибнет и получается мы зря вообще шли сюда зря зря это вся эта серия надо постараться в общем то да шифт у нас отключен в гору забежать нельзя аккуратно тяжеловато тяжеловато да ой 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 не помереть бы да прям в самую самую вершину но давай 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 приложу усилия и все получится высоко забрались перепрыгнуть а прыгнуть 85 процентов успеха у нас потому что думаю если бы мы перешли было бы все очень очень плохо потому что там всего лишь 65 процентов было успешного прыжка и сразу бы мы подохли здесь на месте и чтобы это было тогда надо думать головой баллы какие-то кругом давай давай братишка залазь 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 все получится странно что эту гору никто не контролирует будут приколы за там самом конце просто тупо стоят погранцы и ну просто каждого проверяют ох ты ж мать твою еще и дождь пошел нихера не видать капец да вот такой путь к свободе пацаны ничего не поделаешь находится терпеть все капризы природы можем сейчас в этой расщелине укрыться укрыться я бы подождать чтобы дождь прошел немножко отдохнуть восстановить силы но тут наоборот силу настолько отнимаются и отнимаются блин надо было наверно всадить все бабки у них там в ларьке и просто похавать купить чтобы полностью всю силу восстановить но вместе разрабов ну да как бы в принципе можно было базе знаете типа ягоды какие-то посадить или что-то такое но с другой стороны зачем остатки взрывчатки предположительно используем при теракте 86 ну офигеть они типа гору взорвали и она обвалилась жестко конечно жестко ну раз здесь есть это взрывчатка скорее всего террористы же здесь как-то типа эти да не ночевали или что-то такое спали ли ли что ли они делали по всей видимости да здесь тоже сейчас будем отдыхать наверное не в жизни не согласился на такой высоте просто спать это капец как страшно а че делать то просто сидеть и ждать рассвета или что просто никаких действий нет спать ну давайте будем спать тогда ладно ну по сути то что потратили мы восстановили за исключением там одного квадратика это типа я нет путешествие продолжается ребята я думал уже все давай давай братишка все нормально сейчас выйдем все будет по кайфу у нас пойдем пойдем с границы звуки эти доносятся там рюкзачок какой-то висит смотри красавчик а я его взять никак не могу типа только идти обратно это так чисто какой-то прикол меня ее инущий уставший флом а там что-то лежит но это я никак не могу взять вниз на веревке все да все мы сбежали я думал не дойдет я реально думал не дойдет ребята ну прям вот вообще 65 дней спустя день выборов это нам возможные события будущего показывают что будет прошлый раз там что-то были какие-то эти горело что-то здесь в этот раз что-то мент что-то с ментом скорее всего будет но что ребята я не знаю сколько эта серия длилась по времени но наверное где-то в районе часа скорее всего мне кажется серия получилась ну не сказать то чтобы наверное интересный какой-то что ли ну в основном мы как-то узнавали какую-то информацию да очень много было на самом деле информации просто очень много надо как-то остановиться осознать всю эту информацию переварить понять что делать дальше кто для нас будет врагом в случае чего да кто для нас будет другом но вот в этот раз да я оставался таким бунтарем так сказать но в следующий раз посмотрим какие будут ситуации я все-таки хочу немножечко так скажем продавить вот эту сюжетную линию связаны с вот этим вот новым президентом который синего цвета эти рака немножечко как бы я вот процент его ожиданий предвыборных я хочу немножечко снизить на этом ребята все спасибо вам всем огромное что досмотрели это видео до конца следующая серия выйдет совсем уже скоро не будет сейчас у нас перерывов по прохождению этой игры серии будут выходить каждый день и что-то не подсказывает что нам осталось буквально совсем совсем чуть-чуть с наилучшими пожеланиями друзья пока пока еще увидимся